В 42-м, в мае взятый, и в 44-м пришел Калининский держал, он же был взятый. По Доржевым я начал. Там мы технику всю за этот период нам развивали, передний край, и мы шли, я танкист. Нам гвардейское знамя это присвоили, и нас, как уже испытанных, на кушку-дугу. Вся жизнь этих людей – сплошная линия фронта. Из села, деревень мужчины как один уходили на войну, оставив семьи, колхозы, землю на женщины-подростков. А затем, вернувшись, уставшими от боли и потерь, пережившими ранения, вновь вставали поднимать осиротевшие без них хозяйства. Труд нелегкий, без выходных и праздников волей-неволей стал смыслом их жизни. Сегодня на торжественном вечере чествовали всех защитников Отечества. Но самые важные слова были адресованы, прежде всего, фронтовикам, старожилам района. Спасибо, скажем мы, за все, за мир и тишину, и что не ведаем ее, разлучницу, войну. Тем, кто на страже вечно бдит покой наш на земле, и кто всегда предотвратит вторжение извне. И с 23 февраля поздравить мы хотим планеты голубой земля, служивших всех мужчин. С праздником нас всех, дорогие друзья! Такими людьми славится вся земля Владимирская, которая за свою многовековую историю достойно пережила разные времена, благодаря единству народа и его трудолюбию. От губернатора Светланы Юрьевны Орловой поздравил жителей Муромского района с праздником Алексей Мигачев, директор департамента природопользования администрации Владимирской области. Уважаемые жители Муромского района, вам привет от Светланы Юрьевны, привет от Владимирцевой. Давайте будем едины, всех с прекрасным праздником. Давайте сделаем так, чтобы нам не стыдно было, чтобы мы могли воспитывать нормально своих детей, чтобы нам не стыдно было смотреть в глаза нашим любимым и уважаемым старикам. Будущее невозможно без прошлого. Без памяти, уважения, почета. В торжественной обстановке в ДК Панфилова ветеранам Великой Отечественной войны были вручены юбилейные медали. Елена Петрова, Александр Барсуков, Новости, Муром. Елена Петрова, Александр Барсуков, Новости, Муром.